Сейчас коротко о главных событиях. Российские банкиры обратились к Центробанку с просьбой снизить ключевую ставку. Вице-канцлер Германии выступил против введения новых антироссийских санкций. Спрос британцев на кредиты растет. Голдман Сакс резко понизил прогнозы стоимости нефти. Теперь подробности. Российские банкиры обратились к Центробанку с просьбой снизить ключевую процентную ставку. Их поддержали депутаты Государственной Думы. Банки предлагают снижать ставку поэтапно в январе до 15%, затем постепенно до 10,5% годовых. По мнению руководителей российских банков, резкий рост ключевой ставки спровоцировал начало процесса потери платежеспособностей компаний и может привести к массовым банкротствам не только среди банков страны, но и среди предприятий и компаний. Центробанк в ответ на обращение банкиров заявил, что не исключает возможного снижения ставки. Однако для этого в стране должен быть устойчивый тренд на снижение уровня инфляции при отсутствии серьезных угроз для финансовой стабильности. Вице-канцлер Германии, который занимает пост министра экономики Зигмар Габриэль, обратился к странам Запада с предостережением по вопросу введения новых санкций против России. По его словам, ранее введенные санкции не имели своей целью погрузить Россию в экономический и политический хаос. Однако в Европе и Соединенных Штатах есть влиятельные силы, которые стремятся окончательно положить на лопатки другого соперника сверхдержаву. И это может привести к созданию опасной ситуации для всей Европы. Министр подчеркнул, что введенные санкции имели свою целью лишь способствовать урегулированию украинского конфликта. Габриэль обратил внимание на важную роль России на международных переговорах по Ираку, Сирии и Ирану. Невозможность участия российской стороны в урегулировании конфликтов может привести к катастрофическим последствиям для всего мира. Вице-канцлер Германии выразил желание видеть Владимира Путина на саммите G8 в этом году, хотя и понимает, что это, скорее всего, будет невозможно. Бюджет, который намерено предложить стране японское правительство, на следующий финансовый год имеет рекордный объем в 813 миллиардов долларов. При этом предполагается сократить заимствование, что происходит уже третий год подряд. Очередной бюджет сохраняет усилия на сдерживание роста социальных расходов при увеличении суммы расходов на оборону. На фоне восстановления японской экономики, уменьшение расходов при росте налоговых поступлений предоставляет правительству возможность сократить объем выпуска государственных облигаций до рекордно низкого уровня за последние 6 лет в 36,9 триллионов иен. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Продолжаем выпуск. Объем находящихся в обращении облигаций стран еврозоны с отрицательной доходностью вырос до рекордного значения в 1,2 триллиона евро, что составляет 25% общего объема суверенных облигаций валютного блока. В октябре прошлого года этот показатель был на уровне 500 миллиардов евро. Летом 2014 года Европейский Центральный Банк снизил ставку по депозитам до минус 0,1%, а в сентябре до минус 0,2%. Инвесторы должны платить за безопасное вложение своих средств. Для получения дохода им следует инвестировать в долгосрочные ценные бумаги, либо в облигации достаточно низкого качества. Центральные банки еврозоны предпринимают усилия для того, чтобы активизировать инвестиции банков в экономику региона. Отрицательная доходность зафиксирована в основном по краткосрочным облигациям крупных стран Европы. Федеральная резервная система США может поднять краткосрочные процентные ставки в этом году, но, вероятно, это будет только один раз. К такому выводу пришли эксперты после выхода в прошедшую пятницу официальных данных по безработице в стране. В отчете Министерства труда содержится информация о замедлении темпа роста заработной платы, что стало неожиданностью для аналитиков. Значение показателя окажет свое влияние на уровень инфляции, а это значит, что ФРС может воздержаться от принятия решения по повышению процентных ставок. После выхода отчета рынок облигаций ожидает минимального повышения ставок на 0,25% не раньше декабря этого года. Центральный банк Соединенных Штатов рассматривает два варианта в отношении процентных ставок. Начать процесс ужесточения в ближайшее время с последующим медленным повышением, либо отложить ужесточение до полной уверенности в его необходимости, после чего повышать ставки ускоренными темпами. Индекс спроса британцев на кредитные карты вырос в четвертом квартале прошлого года до 58,3 пункта, что значительно выше показателя предыдущего квартала в 10,6 пункта. Индекс спроса на потребительские кредиты увеличился с 9,1 пункта в третьем квартале до 54,8 пункта в четвертом квартале. Снижение наблюдается лишь по ипотечным кредитам. Рост интереса населения страны кредитам подтверждает мнение о том, что именно потребительские расходы оказали существенную поддержку росту британской экономики в последнем квартале 2014 года. Goldman Sachs резко снизил прогнозы цены нефти. По эталону Brent с 80 до 42 долларов за баррель, по WTI с 70 до 41 доллара за баррель. По мнению экспертов крупнейшего банка, в первом полугодии этого года стоимость нефти приблизится к уровню в 40 долларов за баррель. Это нужно для того, чтобы добиться сокращения инвестиций в сланцевую отрасль Соединенных Штатов. Предполагается, что запасы нефти в ближайшие 6 месяцев увеличатся. Для этого имеются избыточные мощности для хранения и транспортировки. Goldman Sachs не ждет от Саудовской Аравии и других стран-членов ОПЕК снижение объема добычи нефти. Если какие-то решения по этому вопросу и будут приняты, то не ранее второго полугодия текущего года.